И снова здравствуйте! Снова новый день, снова у меня какие-то новости появляются. Надеюсь, я никому-то им крепко не надоел этим новостями своими, но... Сергей, Николай, в принципе, вы виновники данных новостей сегодняшних, потому что вы спрашиваете, а что я сейчас собираюсь делать. А вот что я собираюсь делать. Хотя, в принципе, я собирался делать Дамаск. Дамаск собирался делать вот с такими модельками, но с вогнутостью, одна-вторая. Вот так вот. Но так судьба сложилась, что Дамаск у меня еще пока немного есть накованного. Проблема в том, что у меня ремень приклинил и провернул шкив. В общем, на вырезном станке там пока снова ремонт. Что-то мне уже поднадоело, это ремонт, конечно. Но это ладно. И работаю я сегодня с холодком. С холодком размещаю, посверлил туда-сюда. Не знаю, насколько мне сегодня хватит. С холодком работаю потому, что я еще пока не отдохнул полноценно. То есть душой именно не отдохнула от предыдущих бритвских букеток эмиссорий. Потому что, ну, как бы... Ну, вот люди, которые заходят на Эверест, они сошли с Эвереста и на следующий день опять туда же не идут. Вот примерно такая же картина. То есть мне нужно там день, а то и другое даже просто как бы очухаться, подзабыться. Как следует подсоскучиться прямо так вот. Ну, так как сегодня на улице некуда податься, у нас там метель, морозец подбивает. Вот решил лучше по мелочи тут начать какие-то заделы сделать. И эти заделы, вот эта моделька, на сайте она есть, но в таком исполнении, как будет, она еще нет. То есть там какое исполнение? Там одна четвертая. Они... Там одна или две еще осталось. Одна четвертая, то есть вот здесь вот одна четвертая часть, это лепесток. Тончайший. Вот. На канале у Вадима еще раз повторюсь, вы видели уже, у него бритва такая есть, вот с одной четвертой вогнутостью. То есть она такая вся толстенькая, тяжеленькая. И вот здесь тонкий лепесток и выходит, там еще линия хамон. И как бы так вот. В этот раз, опять же по просьбам, меня вообще в первую очередь просили сделать вот эти вот варианты вогнутые с одной второй, толстые. Но так как судьба не располагает, поэтому вторая просьба у меня и третья просьба, это сделать что-то такое побольше. И вот с клином, как в предыдущих всех моделях, это 75% клин, 100% клином, то есть там будет только заточка, как у 100%. Ну и вот такая вот моделька большая. Давайте ее замерим, все-таки сколько она у нас сейчас по черновому. Примерно сейчас сориентируемся, сколько она у нас будет в чистовом. По ширине, надо тонким местом мерить. 23,7. 23,7. То есть в чистовом это даже вряд ли будет 23, но уж 22,5 я, наверное, все-таки сделаю. Наверное, так вот рассчитываю. То есть минималка это 22 мм, 22,5 где-то вот так вот. Вот такие модельки большие. Еще раз покажу. Вот такие вот. Будут тяжелые, увесистые. Тот же самый клин, который получается два в одном. То есть и 75, и 100%. Да, был сегодня вариант камушек ухватить. Я вообще, если честно, в последнее время что-то мечтаю о камушке, о финишнике, какого-нибудь там 1012 такой вот из сланца. Обязательно. Потому что я люблю, когда суспензия убивается, когда он работает, а не вот просто скользит. И мне сегодня предложили даже поменяться на японский камушек. То есть давай, говорит, бритвку там из У-8 он присмотрел. А я, говорит, тебе камушек. Я прям, было все. Я уже прям хотел согласиться, но когда я увидел размеры этого камушка, они прям игрушечные. Это не мой размер. То есть я не любитель такими фигнюшками маленькими. Это вот камень вот такой, примерно, ширины. И вот где-то такой длины. Вот. Вот. То есть, ну, вот палец и еще немного. Вот так вот. Ну, я на таком кувыркаться, ну, не привык. Мне надо хотя бы там, чтобы миллиметров там 50 было, а ширина... Пускай длина будет небольшая, ну, хотя бы вот такой, как бы вот. Хотя бы. Я бы на него там подставочку сделал, чтобы от руки подальше он бы висел. И да бы. Прям поменялся бы, прям без разговоров, прямо, но не судьба. И сланец бы купил бы лучше бы всего, даже думать не стал. Даже в японскую степь, как говорится, смотреть бы не стал. Взял бы опять сланец уральский. Это реально лучший вариант, который мне подался. Я просто, может, какие-то варианты другие пропустил, я не знаю. Может и так. Может, есть и еще лучше, лучшего. Но пока что вот мне этот сланец уральский лучше всего понравился из того, что я пробовал. Но мужики больше не хотят выпускать. Ну, продолжение следует. Пришел я, как всегда, по чуть-чуть, понемножку разметить, просверлить. Ну, так оно затягивает, затягивает, затягивает. И в итоге я почти полностью весь свой тут такой рабочий, рабочий трудовой день провел в мастерской и профигачил все, что смог, все, что было в моих силах. Виновники виноваты в том, что меня попросили снять новости. И то, что я ради, в принципе, этого и начал что-то тут двигаться как-то. В общем, вот результат. Пожалуйста. Это два клиночка из дамасской стали. Я их прошлый раз потерял. Я вам об этом не сказал, но я постеснялся как бы сказать, что я потерял их. Просто взял в руки, они такие тяжелые, думаю, маленькие тяжелые. Странно, обычно так дамаск весит. Ну, дамаск он тяжелее где-то наполовину еще, чем, например, если была бы кованая, даже пакета кованая, например, даже 8. Дамаск тяжелее. У него плотности намного больше. Я как-то туда-сюда там думаю, дай-ка их шаркну, шваркну, а там рисунок прорисовывается, дамаский. А? Нет, на видео, наверное, его не видно будет даже. Вот, может, на отбросе какого-нибудь. Вряд ли. Во, во, наверное. в общем, это дамаск. Тот самый потерянный дамаск. Потерял его потому, что он лежал рядом с заготовками из У-8 стали. Вот такой вот. И, ну, в смысле, только такими вот моделями. И, в общем, я ее сегодня, слава богу, нашел, как раз, те пропавшие две штуки. Дальше. Ладно, в сторону. Я пока с ними не работаю. Я их тут по грязненькому так вот ободрал. Просто заодно, чтобы себестоимость еще чуть-то хоть бы уменьшить. Потому, что, чем больше количество я произвожу за один раз, тем больше снижается себестоимость. Вот так сказать. Проще. Вот так. Это все по грубому ободрано. Просто никакой шлифовки еще не было. Ничего не было. Просто-напросто ободрал. Ну, весь они потеряли точно грамм 50 от того, что было в заготовке. Вот тут решил пару штук сделать с конусным обушком. Пару штук закругленным обушком. Ну, все закругленное в смысле. И одну где-то вот штуку с каким-то не знаю чего. У меня тут в общем, у меня как всегда говорю бывает полуконус. Ну, я не знаю как это назвать даже в принципе-то. Просто вот так вот сижу смотрю, да блин, ну не люблю я одно и то же делать. Например, два конуса, два закругленных. Это беру в руки. Она такая уже из крайних стояла, лежала у меня. И думаю, что же мне с ней такое сотворить-то вот такой. Думаю, сделаю-ка я какой-то недоконус, блин. И вот сделал вот такую штуку. Ну, вот этих углов острых никаких не будет. Это все будет закатанно, заполировано, конечно. Все нормально. Тут тоже фасочки еще будут граненые такая вот, да? Ну, что, ну камни же драгоценные гранями обрисовывают, а я что? Я тоже хочу. Вот так вот. Да, смотрите, даже ради интереса разница вот между теми клиночками и этими, даже по размеру. Па-ба-ба-бам, да? А по весу почти одинаковые. Вот, вот это вот вообще, нет, не почти, по-моему, Дамаск перевешивает, если не ошибаюсь. Нет, одинаковые где-то. Одинаковые по весу. Вот смотрите сами. Толщина вот у этого клинка больше, чем у Дамасского. Ширина больше, а вес одинаковый. вот опять же тут о той плотности я, о которой в Дамаске говорю. В общем, все грубо подготовлено к тому, чтобы быть подогретым в печи, то есть, так сказать, сделать термообработку. На этом я сейчас точно заканчиваю, потому что у меня что-то вообще прям уже это вот как-то бабашило, 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 потом как-то один раз говорит, стоп, не могу. И я сразу все повыключал, хорошо, что все доделал уже, повыключал и нафиг. Теперь точно стоп. Ну, в общем, мне больше сказать нечего. Вообще прям нечего. Поэтому, если что-то будет из готового, например, хотя вот готовые клиночки полностью готовые, я вам обязательно покажу. А пока до свидания, увидимся.